Ссылку на первую часть видеоролика вы можете найти в описании к данному видео. Теперь же поговорим о том, как НЖД сотрудничал с гитлеровским режимом, участвовал в формировании армянского легиона Вермахта, поставлял нацистам подготовленных офицеров разведки армянской национальности, о том, что слова «кто погибает за Германию, тот погибает за Армению» абсолютно доказанный факт. А начнем с того, что депутат Госдумы России Константин Затуллин сказал о Горегине НЖД. «НЖД действительно вступил в определенного рода отношения с Германией», — говорит Затуллин, — «но то, что ему приписывают, полная ерунда». Итак, господа, смотрите и слушайте внимательно. В партии Дашнакцутюн и среди армянского населения Горегин НЖД имел репутацию фирменного раскольника. За это его несколько раз выкидывали из партии. Из протокола допроса арестованного Дэвиджана Аванеса Акоповича от 28 августа 1947 года. Факты сбрасывания большевиков Статевской скалы в пропасть вначале были известны очень ограниченному кругу руководителей Дашнаков — Рубен Терминосяну, Рубен Паше, Аму Аганжаньяну и Вратсяну Симону, которые старались хранить это в строгом секрете. Этот его поступок стал даже предметом обсуждения партийного суда, собравшегося в Тебридзе для разбора дела НЖД, обвиняемого, как я узнал со слов Дашнаков, в избиении министра продовольствия Акопа Тер Акопяна, убийстве офицера Дашнакской армии Асланьяна. Партийный суд решил исключить его из партии. В официальной публикации было сообщено, что НЖД исключен из партии, однако о причинах ничего не было сказано. В Тебридзе НЖД вел полулегальную жизнь, боясь расправы обманутой им и сильно возбужденной против него массы. В 1925 году НЖД был восстановлен в партии, хотя до этого времени и считался исключенным, однако, проживая в Софии, принимал участие в партийных делах. НЖД был восстановлен в партии Дашнаков 10-м съездом партии Дашнак-Тютен, так как был исключен партийным судом, избранным на съезде партии. После восстановления в партии Дашнаков НЖД продолжал активную партийную работу, избирался с членом ЦК партии Дашнаков в Болгарии. В 1932 году он ездил в Соединенные Штаты Америки, где, разъезжая по армянским общинам, ввел пропаганду в пользу Дашнаков, одновременно создавая группы так называемых ЦГКронов, членами которых являлись молодые Дашнаки. Прибыв обратно в Болгарию, где он постоянно проживал, проводил работу по организационному усилению ЦГКронов. Вопрос. Как вы понимаете ЦГКрон? Ответ. Если разъяснить слово ЦГКрон, то получается преклонение перед расцой и сохранением ее чистоты, что равносильно нацизму-гитлеризму. Таким образом, НЖД со своим ЦГКроном пропагандировал фашизм в армянской действительности. Важное примечание. ЦГКронизм – это официальная идеология Республиканской партии Армении, возглавляет которую экс-президент Армении Серж Сарксян. Именно при правлении Сарксяна в Ереване Гарегину НЖД был воздвигнут памятник. Это к сведению представителя МИД России Марии Захаровой и депутата Константина Затулина. Этой идеологией цГКронизма придерживается и нынешний военно-политический режим Армении. Продолжаем. Из протокола допроса арестованного Довиджиана Аванеса Акоповича, НЖД завербовал 40 человек армян-офицеров и военных из Болгарии и направил их на учебу в предместе Берлина. После обучения в течение нескольких месяцев они были направлены в Крым для борьбы против советских войск. Вопрос. Продолжайте ваши показания. Ответ. Кроме сказанного НЖД неоднократно выступал с пропагандистскими речами перед военнопленными армянами, призывая их к вооруженной борьбе против СССР, заявляя, кто погибает за Германию, тот погибает за Армению. Вопрос. Откуда вам это известно? Ответ. Об этом не говорил член как политического, так и национального совета Давид Ханян Давид, который поддерживал дружескую связь с НЖД. Со слов Давид Ханяна, НЖД, посетив лагерь военнопленных армян, призвал армян к беспощадной борьбе против советов, так как, как было сказано выше, кто погибает за Германию, тот погибает за Армению. Запомните это имя и фамилию. Давид Давид Ханян. Это рассекреченный документ Центрального разведывательного управления США. В нем говорится, что Армянский национальный совет обратился к нацистскому министру восточных оккупированных территорий, то есть России, с тем, чтобы превратить советскую Армению в колонию Германии. А теперь внимательно посмотрите, кто состоял в Армянском национальном совете, обратившемся к нацистскому министру Розенбургу. Авраам Фулханненян, Арутюм Багдасирян, члены Давид Давидханян, Гарегин Нждэ, основатель цигокронов, Вагам Попадзян, Дрог Каннэян и Дертов Масян. Это уже не случайность. Две конкурирующие спецслужбы двух самых великих стран мира, и в документах каждого из них фигурируют имена Давида Давидханена и Гарегин Нждэ в эпизоде по их сотрудничеству с гитлеровским режимом. Они были и друзьями, и на тот момент единомышленниками-дашнакцаканами. Поэтому, когда Давид Давидханян сказал, что Гарегин Нждэ при встрече с армянскими военнопленными заявил, «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению», он просто констатировал факт. Таким образом, Гарегин Нждэ говорил при встрече с армянскими военнопленными «Кто погибает за Германию, тот погибает за Армению». И он не просто говорил эти слова, а действовал против Советского Союза в этом направлении. В чем же заключались его действия? Помимо того, что он вербовал сотнями армянских военнопленных в легион вермахта, Нждэ занимался также поставкой армянской молодежи немецкой разведки. Из эпизода встречи Гарегина Нждэ с представителем немецкой разведки, который назвал себя майором Друмом. Вопрос. О чем говорил с вами майор Друм? Ответ. Сначала Друм поинтересовался, кто я такой. Я рассказал, что являюсь генералом Дашнакской армии, старый армянский националист, участвовал в войне на Балканах и боролся против советской власти. В заключение спросил, чем мы, армяне, можем помочь Германии в этой войне? Я предложил Друму открыть в Берлине школу для армян, выпускников которой мы и выделим с тем, чтобы немцы их подготовили и использовали по своему усмотрению. Друм ухватился за это предложение и поручил мне выделить в Болгарии группу армян, примерно 30 человек, направить их в Берлин, где их подготовят для переброски в дивизионных и других целях в советскую Армению, когда немецкие войска подойдут к границам Армении, а также помощи немцам изнутри для скорейшего освобождения Армении от большевистских войск. Вопрос. Что вы практически сделали для выполнения этого задания немцев? Ответ. Я написал Айку Асатряну, чтобы он приступил в Болгарии к вербовке армян для обучения в немецких школах в Берлине, а сам приехал в Берлин для издания газеты и участия в комитете. Вопрос. Что делал Айк Асатрян в этом направлении? Ответ. В мое отсутствие Айк Асатрян организовал вербовку армян, желающих учиться в берлинской школе. Завербовано было около 31 человека из следующих городов. София, Пловдив, Бургас, Сливен, Руссе. Их повез в Берлин некий Аства-Цатурян. Владелец магазина скобенных изделий в Софии. Вопрос. Какова была дальнейшая судьба слушателей школы? Ответ. Примерно через полтора месяца, когда я еще находился в Берлине, работал в армянском комитете, узнал, что всех слушателей школы экипировали в немецкую форму и отправили в Крым, где разместили в селении семена. В Крыму они находились около четырех месяцев. Вопрос. С какой целью они были направлены из Германии в Крым? Ответ. В Крым все слушатели диверсионной школы были направлены для того, чтобы быть готовыми к переброске в советскую Армению с диверсионными заданиями. Вопрос. Почему же переброска диверсантов осуществлена не была? Ответ. Все это происходило весной 1943 года. К тому времени части Красной Армии начали наступление на Крым. Так что о переброске в Армению не могло быть и речи. Немцы отступали. Словом, Горегин Нжде был коллаборационистом. Это подверждает как он сам, так и давшие против него показания армяне. Кроме того, он абсолютно не пользовался авторитетом среди армянской колонии до Второй мировой войны и рассматривался последними как политический авантюрист. Вот это последнее выражение взято из характеристики на Горегина Нжде, составленного Комитетом Государственной Безопасности. Вот так, господа Затулин, Шерин, Милонов, Цинкер и другие вам подобные. Защищая наследие Нжде, вы просто плюете в святую память своего народа, который пролил кровь в войне с красно-коричневой чумой. И все это вы называете ерундой, господин Затулин. Вы слепы или притворяетесь таковым, потому как ваши глаза сфокусированы только на армянских долларах. Остальное вам до лампочки. Это вас не касается. Посмотритесь в зеркало, и вы увидите там человека, который с пеной у рта мечется направо и налево, дабы отработать деньги Абрамяна. В любом случае, ваши попытки превратить авантюриста в героя изначально приговорены к провалу. Но и это не конец. Есть такая замечательная поговорка. Предавший один раз, предаст и во второй. Следующая, третья часть нашего видеоролика будет посвящена тому, как НЖД предавал своих же армян только ради того, чтобы его выпустили из тюрьмы.